Про львицу и кабанчика. Сказка. Жила-была гордая львица. Скучала. Дай, думаю, пройдусь по лесу, с живностью познакомлюсь, поговорю, чем живность сейчас живёт. Встречала много зайчиков, волков, медведей. И тут ей навстречу весёлый такой кабанчик выбегает в поисках кореньев вкусненьких. Такой весёленький, что гордый и серьёзный львица захотелось узнать секрет такого настроения. Кабанчик, что так веселишься? Так жизнь хороша, лето урожайное, есть чем поживиться. И такой ладненький был кабанчик, манерный, что львица даже пригласила его к себе в гости. И стали они жить-поживать, покушать она приготовить вкусно умело, а кабанчику в самый раз такой стол. Стали друг друга развлекать. Она его своей мудростью, он весёлостью. Они даже не замечали времени, так им здорово жилось. Стали по лесу ходить слухи, что львица пустила в дом кабанчика. «Да где это видано? Она с ним поиграет и съест!» Стали судачить зверёныши. Тут кабанчик сдрейфил. Конечно, хорошо жить с ней, но перспектива быть запечённым с гречневой кашей ему показалась очень страшной, и убежал он в лес. Но так ему было тоскливо, что часто приходил он под окна к львице, видел ярко горящий свет, и так и стоял в своей непроглядной ночи. Но был он гордым и свободолюбивым кабанчиком. Прошло немало времени с тех пор, и однажды, гуляя по лесу, львица встречает своего знакомого кабанчика. Подрос, возмужал, заматерел одним словом. Львиная гордость стала проявляться. Оброс не просто щетиной, у него начала прорастать львиная шевелюра за головой. Хвост и тот стал с кисточкой. И кабанихи в его жизни встречаются. Но так хорошо и уютно ему ни с кем не было. И стали они снова дружить, но не жить. Им здорово проводить дружеские весёлые вечера, и не боится он больше львицу.